всем привет приветствую вас на своем канале вязания с татьяной и с вами я татьяна очень часто мучает вопрос куда вы деть остатки пряжи вроде и моточек не совсем маленький и небольшой для большого изделия не получится и лежат они мертвым грузом место занимают думал я думал у меня тоже осталось пряжи от двух изделий вот это вот серый темно-серый черный меланж от одной шапки на мальчика а вот это светло-серый меланж у меня от 2 шапочки на мальчика осталось на девочку остался и отметинах совсем понемножечку это светлого цвета у меня грамм 40 было а темного цвета грамм 90 и решила я связать сегодня вот такую шапочку связала я эту шапочку за один день то есть я начала ее вязать где-то утром часиков в одиннадцать наверное и сейчас время 19 15 я ее закончила ну и вязалась она просто резинкой 2 на 2 с переходом цвета да потому что я боялась что мне темного цвета не хватит я как раз из истребила скажем так остатки своей светлой пряжи у меня их больше нет по 5 рядов у меня получилось полосочки и вот такая вот у меня шапочка получилось мужу сейчас он ее помирил он не ходит шапках на дачу она отправится потому что по весне туда ездим рано на даче холодно естественно чтобы было тепло легкая самая простая шапка которая подойдет даже новичку который вяжет совсем недавно потому что тут вязать собственно ничего главное знать чередование лицевых петель и изнаночных петель такая с экспресс сборкой на макушке в кружке там быстро быстро боялась просто пряжи закончится и не хватит ее в общем вот такая шапочка да она у меня с подгибом вот видите линия изгиба и видна просто пряжи темные так и не очень хорошо видно но она есть и вот так вот ее видно смотрите резиночка тут три с половиной сантиметра провязано и она загибается все ее постираю высушу резиночка хорошо и два в общем так такая шапочка вяжем шапочку за один день все девочки кому понравилась данная шапочка приглашаю вас просмотреть мастер-класс по ней и собственно всем приятного приятного просмотра всем ровных петель и собственно вязать я эту шапку буду из остатков пряжи до специальная пряжу для этой шапочки не покупала вязала сыну шапочку до этого к сожалению мастер-класс у меня утерян потому что флешечка у меня подвела и решила из остатков пряжи у меня наверное осталось здесь грамм 90 связать мужу самую простую шапку весенний период но она тепленькая что было для использования ее на даче потому что перебрала гардероб мужа и поняла что шапка у него и нет значит повязать я буду из пряжи alize superlana максим такая пряжа цвет меланжевый самая самая простая шапка какая может быть только будет связано этой пряжи потому что пряжи 90 примерно грамм осталось я не взвешивала я так предполагаю вот значит по составу она 75 процентов акрила и 25 процентов шерсти то есть в 100 граммах у меня было 100 метров я думаю мне остатка моточка хватит на шапочку потому что вязаться она будет просто легко и просто в общем-то потому что муж мой не носит шапки решила все-таки я ему связать потому что сейчас уже последний день января у нас обычно в марте мы выезжаем на дачу то что там на даче шапочки были уже какие-то они в плохом состоянии в общем-то вязать я буду на троечке потому что объемную шапку он не оденет хоть и пряжа достаточно толстая но вязать я и буду на троечке сыну я и также на троечке вязала шапочку это вот она хорошо получилось потом посмотрю может быть вставлю фото если у меня осталось шапки покажу какая была прям шапка связана и так я набираю 92 петли почему 92 потому что вязка моя будет резинкой связано и нам нужно набрать такое количество петель чтобы она делилась на 4 92 делится на 4 прекрасно вы набираете любым удобным для вас способом я набираю самым простым самым классическим я думаю что все умеют набирать петли эта шапочка достаточно простая и даже сможет связать начинающей начинающая вязальщица в ней нет ничего сложного просто я думала да все-таки моточки остаются и куда-то остатки нужно расходовать у меня уже от шапок много моточков осталось сейчас я свяжу шапочку вот на дачу да мне нужна мужская шапка на дачу если женскими у меня нет проблем одеть на даче вот мужские я все выкинула то есть посмотрела все какие-то уже износились и еще перебрала которые моточки остальные я поняла что буду вязать еще носки на дачу тепленькие носки также для весеннего использования потому что когда зимой приезжаешь на дачу там снег лежит одеваются резиновые сапоги естественно ноги мерзнут если ноги замерзли то все значит привет простуде итак набирайте 92 петли и мы с вами продолжим вязать а еще хотела сказать почему я именно сейчас решила связать и шапочку на дачу мужу да и носочки именно сейчас хотя как бы сезон зимний заканчивается да по идее должны быть уже в ассортименте в гардеробе связанные носки но так как я за спицы после долгого перерыва взялась сравнительно недавно поэтому вы сами понимаете что у меня нет навязанных носков то есть я их не вязала мы всегда справлялись мне там есть носки там бабушка когда-то вязала но уже все они настолько уже ветхие стали что я решила что мне пора бы уже вспомнить после долгого перерыва как вязать носки принципе я после 20-летнего перерыва связала варежки принципе ничего так получились и митинги уже связала пусть корявенький но я их связала я вспомнила и также буду пробовать вспоминать носки я их вязала тоже лет 20 назад посмотрим что получится мы же учимся вязать правильно я не претендую ни в коем случае на асов вязание по крайней мере пока мне до этого еще далеко буду вязать пробовать лучше сама свяжу тем более пряжи полно которое остается и надо ее использовать и так девочки я набрала 92 петли теперь я их замыкаю в круг дополнительные петли я не провязываю замыкаю в круг просто провязывая лицевую петлю весь рисунок в шапке будет стоять стандартная резинка я буду вязать 2 лицевых 2 изнаночных и все это элементарная мужская шапочка я думаю я ее свяжу быстро вяжется все это по кругу что вообще не люблю в шапках тем более пряжа достаточно такая большая объемная да я думаю что вообще связать это будет очень легко и очень быстро макушку я закрою вообще самым обычным тоже способом мы до нее дойдем потому что мне уже надо навязывать на дачу гардеробчик а то я на дачу приеду и муж у меня не поймет почему у него нет шапок и нет теплых носков там естественно я покупаю там тепленькие носки ну зачем покупать если я могу связать правильно логично итак мы вяжем все круговые ряды сейчас я первый ряд провяжу одену маркер чтобы понимать где у меня начало ряда где конец ряда вяжем 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных тут в принципе роли не играет за какую стенку вы будете вязать просто вяжите старайтесь в одном направлении да если я вижу изначально лицевую петлю за переднюю стенку так я ее буду всю шапку вязать именно за переднюю стенку также с изнаночными петлями если я вяжу изнаночные петли за лица за переднюю стенку так я ее и буду вязать все время вот и все в общем то такой несложный рисунок я сейчас некоторое количество отвяжу пойму нужен подворот или нет скорее всего наверно нужен будет на мужу примере и если что сделаю загиб вам покажу тогда чуть позже давайте мы с вами провяжем но тут сантиметров 8 нужно будет провязать чтобы понять нужно подворот делать или не нужно давайте вяжем сантиметров 8 и далее я к вам вернусь для определения все девочки вяжите по кругу 3 лицевых и 2 изнаночных 2 лицевых и 2 изнаночных кстати эту шапочку можно вязать просто 1 лицевая 1 изнаночная и будет в принципе также элементарная простая шапка мне захотелось 2 лицевых и 2 изнаночных провязать и все все всем ровных петелек и скоро я к вам вернусь и так девочки в процессе вязания резинки по кругу я поняла что я буду делать подворот и что подворот мне нужен конечно я провязала не 8 сантиметров я погорячилась когда вам сказала что провязав 8 сантиметров мы поймем будем делать подворот или нет вот посмотрите на данный момент у меня провязаны 4 сантиметра высоту до резиночкой и сейчас я буду делать линию сгиба нашего подворота чтобы в процессе носки до изделия куда-то сгиб не ушел ни вправо ни влево ни вниз не вверх чтобы завернул один раз и уже муж меня шапочку и носил чтобы она не сползала не слетала все же они такие привередливые давайте посмотрим да что мы делаем по рисунку у нас сейчас 2 лицевых идет то есть мы их провязываем 2 изнаночных дальше у нас идет по рисунку 2 изнаночных но мы будем провязывать двумя лицевыми и так далее следом идут по рисунку лицевые мы провязываем их изнаночными дальше изнаночные провязываем лицевыми поменяли то есть мы наш рисунок мы его поменяли на один раз и все вот сейчас мы таким образом провязываем круговой ряд и дальше мы с вами будем уже вязать смотря на наш спицы вот пришли начали вас лицевых вязать и вяжите вы лицевыми закончили лицевыми так далее продолжаете то есть направление рисунка я повторяю там мы меняем только вот сейчас один раз этот загиб даст нам возможность получить подворот давайте вместе провяжем весь рядок до конца над лицевыми я вяжу изнаночные над изнаночными я вяжу лицевыми и так весь ряд и так я заканчиваю провязывать ряд с измененным рисунком сейчас мы посмотрим на наш рисунок что у нас получается заканчиваю я двумя лицевыми все маркер я переснимаю и следом я вижу что у меня будет вязка сейчас 2 изнаночные то есть соответственно мы дальше так и продолжаем как мы видим все так и вяжем 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых больше девочки мы с вами ничего не меняем рисунки это мы сделали с вами поменяли до направлении нашего рисунка для загиба чтобы на ушках было потеплее немножко все дальше продолжаем вязать по рисунку и так мы с вами встретимся когда у нас с вами от наборного края вот отсюда до от набора петель будет провязана высоту сантиметров 17 я думаю что уже мы с вами начнем закрывать петли все вяжите далее самостоятельно по кругу лицевыми изнаночными петлями и встречаемся когда будет провязана на спицах 17 сантиметров и так я довязала свою шапочку до нужной длины видите я скомпоновала чтобы мне хватило ниточек добавила еще две полосочки по 5 рядов светло-серого меланжа потому что мне бы не хватило если бы я это не сделала мне бы не хватило моих ниточек у меня видите сколько осталось всего лишь вот главное чтобы хватило закрыть сейчас шапку не знаю очень надеюсь что мне хватит вот этого закрыть шапку мне не придется бежать магазин и докупать с подворотом она у меня получилось где-то я не мерила наверно 24 25 сантиметров так во всю высоту потому что мой подворот три с половиной четыре сантиметра вот подворотик такой три с половиной сантиметра и теперь вот от наборного края получается как я загиб сделала да мы с вами делали загиб вязали на темной пряжи не очень хорошо его видно но видно что были лицевые петельки после этого вернее вот здесь были лицевые петельки после этого вязание уже пошло изнаночными петлями теперь я знаю что у меня точно шапочка будет по изгибу и она никуда не слезет не налезет так далее он ее загнул загнет и я и постираю за загнет и будет ходить на даче вот готовое изделие у меня сейчас 18 сантиметров от линии изгиба вот отсюда и до спицы 18 сантиметров сейчас я буду закрывать ряды закрывать буду резко чтобы мне хватило ниточек у меня дефицит нити вы видите и закрывать я буду достаточно резко значит маркер я переснимаю и закрываю я в изнаночных рядах сейчас то есть две изнаночных провязываю 1 изнаночной вместе далее 2 лицевых далее 2 изнаночных вместе 1 изнаночной и опять 2 лицевых и 2 изнаночных вместе и опять 2 лицевых просто то есть у меня для закрытия всего 3 рядочка уйдет надеюсь ниточки хватит и она у меня прям закончится когда ей нужно будет закончиться 2 изнаночных вместе 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых в принципе должно хватить нитки потому что сейчас петельки то будут уже убавляться и расход ниточки соответственно уменьшаться я надеюсь будет если вдруг не хватит у меня серый главное закончилась я ее извязала у меня совсем совсем была остаточка немножко там буквально грамм 40 наверное отвязание шапки и митинок у меня осталось кусочек а вот я его сюда решила разбавить в принципе получилось очень даже миленько мужу понравилось показала сказал мило смотрится тоже мне такое ощущение как будто он будет не в городе ходить хотя шапки он не носит он либо на машине ездит либо ходит одевая меховой свой капюшон от кортики мы посмотрим главное чтобы ниточки хватило сейчас закончить эту шапочку и так девочки провязывайте ряд на 2 лицевые и 2 изнаночных вместе 1 изнаночной и будем потом второй ряд делать у бабочек наших и так первый ряд у бабочек я сделала довязала до конца ниточка пока у меня еще все таки есть пока она не закончилась дальше к этому все уберем спрячем что у меня тут вылезают ниточки дальше делаем у бабочки на так что мне тут оставалось теперь мы провязываем у нас идет 1 изнаночная мы ее вяжем дальше у нас сами идут 2 лицевые теперь мы 2 лицевые провязываем 1 лицевой опять 1 изнаночная как по рисунку и 2 лицевые вместе 1 лицевой 1 изнаночная 2 лицевые вместе 1 лицевой 1 изнаночная и 2 лицевые вместе 1 лицевой снова 1 изнаночная и 2 лицевые так вы провязываете ряд до конца и так второй ряд у бабочек я сделала у меня еще смотрите сколько ниточек осталось прелесть и буду делать третий ряд у бабочек пока я дополнительные рядочки никакие не провязываю может быть может быть сейчас посмотрю по ниточке может быть еще провяжу теперь я провязываю изнаночную и лицевую вместе 1 лицевой дальше по рисунку 1 изнаночная 1 лицевая и заново изнаночную и лицевую провязываю вместе 1 лицевой дальше по рисунку просто 1 изнаночная 1 лицевая так изнаночная с лицевой вместе 1 лицевой и по рисунку изнаночная и лицевая то есть делаем бабочку через один таким образом делайте до конца третьего ряда и так третий рядочек я провязала я уже принесла чулочные спицы давайте сделаем еще бабочки в четвертом ряду так как мы делаем так что у меня на спицах у нас значит на спицах лицевую и изнаночную я буду провязывать 1 изнаночной 1 лицевая и снова лицевая и изнаночная провязываю 1 изнаночной петелек уже мало поэтому уже переходить нужно на чулочные так 1 лицевая лицевая и изнаночная 1 лицевой 1 лицевая и снова лицевая и изнаночная 1 изнаночной и 1 лицевая и и таким образом девочки провязываем до конца ряда это четвертый ряд у бабочек и так у меня на спицах сейчас я уже полностью перешла на чулочные спицы меня 23 петли на двух спицах я наверное сейчас еще разочек сделаю бабочку чтобы еще поменьше стало таким образом сделать что мы делаем так изнаночная и лицевая я ее закрою лицевой провяжу 1 лицевой опять 1 просто идет изнаночная провязываю и и 1 лицевая просто провязываем дальше изнаночную с лицевой я провязываю 1 изнаночной далее провязываем провязываю изнаночная и лицевая и изнаночную с лицевой я провязываю 1 изнаночной так на одной спице у меня осталось 7 петель перехожу ко второй по максимуму хочу закрыть чтобы поменьше на сборку ушло так изнаночная с лицевой я ее провязываю 1 изнаночной ну то есть 2 петли провязываю 1 изнаночной дальше изнаночная и лицевая и опять изнаночную с лицевой я провязываю 1 изнаночной просто провязываю изнаночная и лицевая еще разок изнаночную с лицевой 1 изнаночной провязываю просто 1 изнаночная на лицевая и 1 изнаночная все на этой спице меня осталось 2 4 6 8 10 ну и отлично на той спице 7 и на этой 10 17 петель и чик я и буду прятать получается теперь готовим с вами иголку или кто закрывает крючком готовьте крючок и будем с вами закрывать дальше нашу шапочку пойду за иголочкой